Приветствую вас, дорогие мои! С вами Жанна Фетисова. Сегодня мы будем вместе делать вот такой зеленый макияж. Мне очень нравится этот оттенок. Посмотрите, пожалуйста, показываю вам его вблизи. Вы выбрали для меня эти тени. Это тени Art Deco в номере 3040. Красивый, насыщенный, зеленый, травянистый цвет, который очень-очень сейчас в моде. И главное, научиться правильно его использовать, чтобы он не выглядел вульгарно. Сегодня мы делаем такой вариант быстрых смоки-айс в зеленом оттенке. Конечно, не будем терять времени даром. Обсудим важную тему, а именно тему поддержки наших детей и сравнения их с другими детьми. Оп! И я без макияжа. Вначале буду использовать сыворотку под глаза. У меня она от Natura Siberica. Она в моем проекте использовать по максимуму, поэтому хочу ее закончить. Буду увлажнять лицо, прежде чем нанести макияж. Я делаю это обязательно, потому что кожа возрастная требует дополнительного увлажнения. Если, конечно же, она не очень сильно жирная, но даже в этом случае, чтобы в итоге потом у вас не появились морщинки на лице, из-за того, что вы нанесли тональное средство и оно провалилось в эти морщинки, я бы рекомендовала все-таки наносить какую-то либо увлажняющую базу, либо легкие сыворотки. И сыворотка тоже. Это про макияж. Я тоже ее в своем проекте оставила, просто для того, чтобы использовать до конца. Вначале я наношу легкие сыворотки, которые хорошо увлажняют кожу, и потом уже буду наносить что-то еще более такое питательное. Ну, крем, конечно же. Что еще могу нанести? Наношу весь уход и кое о чем с вами поговорим. Крем под глаза от Derma S с гиалуроном и Revival Labs увлажняющий крем на все лицо. Всегда вначале кладу крем под глаза, чтобы он перекрыл эту нежную область вокруг глаз, и туда не попадал уже никакое другое средство. Кстати говоря, знаете, многие говорят о том, что, в принципе, неважно, каким кремом пользоваться, под глаза, на лицо, ну, бытует такое мнение, но на самом деле уже нет. Это если раньше кремы использовались куда попало, и для пяток, и под глаза, то сейчас уже их разделяют по тому принципу, что все-таки под глазами нет никаких сальных практически желез, поэтому кожа очень тонкая, и она нуждается в особых ингредиентах для того, чтобы быть более такой вот увлажненной, более напитанной, и, естественно, чтобы потом не скатывался макияж, и для того, чтобы здесь не образовывались мешки. И не образовывались отеки. Просто кремы для лица могут образовывать отеки под глазами. Вот и все. Так, конечно, вы можете их использовать, если это не кислотные какие-то кремы, которые будут просто сжигать вашу кожу, так как кислоты обновляют ее. Сейчас мы говорили с мужем о том, что нужно сделать давно запрашиваемую тему. Скоро весна, тема SPF снова становится актуальной. Очень многие блогеры об этом говорят, и даже врачи, но все-таки, на мой взгляд, лучше быть химиком, чтобы на эту тему рассуждать. Корректирую немного область покраснений. У меня вот здесь сейчас есть какое-то, не знаю почему, возможно, какое-то аллергическое легкое воспаление. Поэтому я сейчас уберу его вот этим корректором зелененьким. Вы знаете, о чем хотела сегодня с вами поговорить? Интересное такое у меня ощущение. Я вот разговариваю со многими родителями детей, я же с детьми тоже занималась много. И очень многие судят своих детей и сравнивают с другими. На мой взгляд, это самое опасное только, что мы можем сделать с нашими детьми, потому что они начинают чувствовать себя обязанными. И вот в чем проблема, когда ребенок не может достичь той планки, не может дотянуться до планки, которую поставил ему родитель, то есть, например, у него что-то не складывается с каким-то предметом, или, например, он не может заниматься гимнастикой, как занимается, к примеру, ребенок, с которым он дружит или играет, или сосед по партии, или сосед по квартире. А маме, конечно же, хочется, чтобы ее ребенок тоже сразу же всем занимался и был везде первый и так далее. Вы знаете, либо таких мам тоже сравнивали в детстве, их мамы с какими-то другими детьми, и они привыкли это делать. Консилер под глаза у меня от SkinFood. Он хорошо маскирует синячки, поэтому я слегка вот так добавляю его, и потом уже он такой увлажняющий, питательный, потому что здесь есть жир лосося, и, естественно, он немножко имеет аромат рыбьего жира, это нормально, ребята, он питательный, так что не пугайтесь, если вы приобрели такой на Эрб, он продается, то у него такой немножко аромат, но он не чувствуется, когда вы наносите, он исчезает. Так вот, многие дети начинают хуже заниматься, и в том числе у меня были такие дети, и в Ярлаше, когда я преподавала, такие дети были. Или когда их родители постоянно сравнивали, и говорили, допустим, вот видишь, Жанна Игоревна позанималась вот с этим ребёнком, а вот он теперь там снимается, или вот видишь, он уже выучил это стихотворение, или вот этот текст, а ты всё ещё нет, или вот он уже играет главную роль в её спектакле, который она ставит, вот видишь, а ты никак не можешь текст запомнить, вот нужно стараться. И вы знаете, тогда дети, ну, на моей практике, по крайней мере, я думаю, психологи меня поддерживают в этом. Можик кушан, вот лореаль, буду наносить его, и продолжим с вами говорить. Либо у таких детишек начинается очень-очень сильная депрессия, и они вообще отказываются что-либо делать, ну, или просто не в состоянии делать. Либо эти дети включают, знаете, что сопротивление очень сильное, и такое равнодушие. То есть это, в общем, стандартное для детей, особенно для подростков, когда они чего-то не могут достигнуть, они говорят, ну и ладно, мне вообще всё равно, и ничего не делают. Ну, это вот такая система защиты, да. И мамы всё равно не понимают, многие, вы знаете, так обидно бывает. Вот нужна ребёнку поддержка, а они, наоборот, начинают сравнивать его ещё с кем-то. Вы знаете, я вспоминаю так, меня мама старалась как бы ни с кем не сравнивать, потому что, ну, это было сложно, я понимаю для неё, потому что, например, вот она прекрасный математик. Если бы мама не была, например, финансовым директором, я думаю, она бы просто преподавала математику. Ну, если бы сил, конечно, хватило работать с детьми. Вот, и она всё время работала, и в МПС работала, ну, в общем, на таких серьёзных ответственных должностях. И в итоге она всё время вынуждена была со мной заниматься математикой, просто потому что я не была в состоянии освоить, ну, на четвёрку, на пятёрку программу. То есть на три я её знала, допустим, твёрдо, но на четыре-пять мне нужно было отдельно, дополнительно объяснять. Ни для кого не секрет, что не все люди могут освоить математику на пятёрку. Я думаю, это уже ни для кого не секрет, и уже никому, наверное, не стыдно за то, что вы это не можете сделать. Не страшно. Вот, по крайней мере, мне уже сейчас не стыдно об этом говорить, что я не математик. У меня много других талантов, и математику как бы мне прощала мама всегда. Она дополнительно со мной просто объясняла, занималась. Было очень смешно, когда я выходила к доске, я всё время что-то путала, я всех смешила. Ну, в общем, в итоге я, конечно, своей артистичности выезжала там на три, на четыре, но не на пять, но никак. И вне зависимости от того, что мама мне вечно до 12 часов ночи что-то объясняла, объясняла, а утром я практически ничего не помнила. То есть сейчас, в этот момент, когда она мне объясняет, я решаю всё на пять, но потом мой мозг просто выбрасывает, потому что, ну, это не мой материал, видимо, этот материал мне не был нужен. И когда я рассказала ей о том, что я хочу заниматься в театральной студии, она сказала, вот, это точно твоё, потому что по всем остальным предметам у меня были пятёрки, кроме вот математики, физики и химии. Так всё то, что как раз хорошо знает мой муж. Да, вот такие мы совершенно разные. Кожа у меня склонная к сухости, и поэтому я не люблю, когда кожа такая матовая после тональных средств. Я терпеть это не могу, поэтому я спокойно отношусь к блеску. Я его специально не убираю, и я хорошо себя чувствую без макияжа. Я не стесняюсь делать для вас видео без макияжа, в креме, и пускай кожа блестит, и мне совершенно всё равно, мне хорошо, нет морщин, и слава богу. С кушаным мы закончили, этого будет достаточно. Сейчас буду наносить камуфляж от Catrice немножко на некоторые зоны, которые требуют дополнительной какой-то проработки. Здесь у меня какое-то было то ли воспаление, то ли я не знаю что, вот почему-то какое-то красное пятнышко. Вот здесь я чуть-чуть ещё люблю, а на зону Т как бы немножко подубрать поры. Я не люблю силиконовые замазки какие-то для пор. И самое ужасное, знаете, что когда ребёнок действительно реально прям старается, ну, у него нет в этом таланта, просто, ну, данных нет, ну, не может он там, допустим, выучить это стихотворение, или не может он вот эту задачу решить. Ну, то есть он может, наверное, в тот момент, когда вы ему объяснили, но вот дальше завтра он её забудет. И это нормально. У всех разные таланты. И вы знаете, у меня был такой опыт, у меня есть знакомая семья, в которой все дети учились, ну, вот сейчас это уже все взрослые, все дети прекрасно учились. На одни пятёрки оформлять брови, потихонечку расчёсывая их, да, вначале потом заполняя вот таким вот от Vivienne Sabo карандашом в 002 у меня, но в номере он. Все средства у меня, которые я сегодня использую, находятся в двух проектах. Одновременно косметичка месяца и Project Pen, а использовать до конца 2018 года, то есть я стараюсь их использовать по максимуму. Ну, конечно, естественно, если эти средства как-то портятся уже в процессе использования, или они мне перестают нравиться, как-то перестают хорошо работать, вот, либо заканчиваются, я меняю их на другие, тогда снимаю апдейт. А вообще целью этого проекта является такая непростая задача для любителей косметики, которые очень много покупают косметики, потом про неё забывают, что-то нравится уже, что-то не очень нравится, использовать всё по максимуму и, соответственно, покупать меньше. Когда человек действительно не может, ну, просто не может, а не хочет. То есть мы сейчас не берём тех людей, которые ленивые и не хотят, а просто действительно нет, допустим, таланта в какой-то из областей, в которой от него родители или кто-то там, допустим, учителя требуют пятёрки или четвёрки, но нет таланта. И тогда ты просто берёшь усердие, но только в том случае, если тебя поддерживают, и тогда у тебя 4-5, то есть в итоге у меня вообще была пятёрка по теоретической части математики, и даже я просто всё выучила, потому что мне очень хотелось поблагодарить маму этим самым за её труд до 12, до часа ночи, она мне всегда всё это объясняла, поэтому я просто выучила все билеты в итоге по геометрии, там что-то, там была алгебра, у нас были примеры, и я сдала на 5. Но, конечно, с задачкой я там что-то ошиблись, в общем, в итоге мне поставили 4, и нормально, и я была рада, и мама была рада, и все были счастливы, и таким образом я её просто отблагодарила этой хорошей оценкой. Так вот, если дети даже легко учатся, как вот я начала говорить, что я знаю ту семью, да, которая легко учится, дети на пятёрке, и потом в итоге из них вырастают люди, которые нигде не работают и пьют, при том, что родители вообще не пьют, да, или не пили никогда, это очень грустно, это только подтверждает тот факт, что не все, кто учится на пятёрке, потом будут какими-то гениями, и не обязательно, и не нужно сравнивать детей с теми, кто хорошо учится, потому что мы не знаем в итоге, какая участь их постигнет, и что они будут за люди, и будут ли они хорошие люди. И вообще оценки не характеризуют человека, потому что человек может быть жутко занудным, ужасно противным, не давать никому ничего, даже если у него есть 10 ручек, он не поделится с соседом, просто из вредности, но при этом он может иметь пятёрки по всем предметам, да, и такие характеры тоже бывают, и думаю, что и в вашем классе тоже были такие девочки и мальчики, с которыми никто особо не хотел общаться, но только общались для того, чтобы, например, взять и у них списать. Ну, я бы, например, не хотела быть таким человеком. Хотя, когда тебя в детстве сравнивают как-то с другими, это, конечно, очень неприятно, и всегда хочется спрятаться в этот момент. Эльф у меня вот такой вот очень-очень кремовый корректор под глаза. Сейчас я немножечко нанесу, посмотрим потом, нужно ли будет, может быть, ещё добавить. Этот корректор хорошо очень наносится, на возрастной коже хорошо смотрится, потому что он, во-первых, не сушит, а во-вторых, он такой прозрачный, и мы сейчас будем использовать зелёные тени, и они могут сыпаться, и будут сыпаться, это будет нормально, потому что плоской кисточкой, когда наносишь, тени очень сильно сыпятся. И потом мы ещё подправим, возможно. Я абсолютно убеждена, что оценки никак не характеризуют человека. Может быть, только особенности какие-то, которые дано ему с детства. К примеру, я знаю семью, в которой родители очень сильно пьют, а дети очень хорошо учатся. Ну, вот так. И то есть они ими совсем не занимаются, ну, никак не занимаются. Эти дети тоже уже стали пить. То есть вначале они учились хорошо, легко, и все удивились просто, когда вид пьяную маму и отличница дочку. Это странно, да, согласитесь. Всё равно в итоге генетика, ну, к сожалению, побеждает. И, ну, в основном. И дети начинают вести себя так же, как их родители. Никак не могу открыть. У меня тени от Белли. Я прям так их хорошенько запечатывала. Буду их в качестве базы вот так вот наносить. Я их восстанавливала маслом, и они у меня немножко вот такие масляные сверху. Кому интересно, как это делается, посмотрите, пожалуйста, видео. Сейчас подробно уже говорить не буду. Нам нужно, чтобы макияж был более яркий, но я имею в виду именно основной зелёный тон. Поэтому я перекрывать эту базу ничем не буду. Я подожду, пока буду корректировать лицо, когда она немножечко впитается. Масло из этих теней впитается. А саму вот основу я оставлю не тронутой. Не буду перекрывать сухими тенями никакими. Мне нравится, когда такие маслянистые тени. Я не могу сухое ничего. У меня довольно сухая кожа вокруг глаз. И я не люблю, когда морщины такие создаются, какие-то искусственные, которых у меня нет. У меня иногда девочки, я вижу их, когда прям такие все сморщенные в 20 лет. Всё такое переморщенное, замученное такая кожа вокруг глаз. Потому что они используют какие-то жуткие конселеры под глаза, тональные средства, которые сушат водостойкие какие-то... Ну, просто ужас. Такое ощущение, что она бабушка. У меня нет таких морщин. Они спрашивают, что я, почему у вас нет таких морщин? Я говорю, девочки, потому что я всё время мажу вокруг кремом, сывороткой. У меня все увлажняющие консилеры, которые, ну, для вас это, наверное, что-то невероятное, что он немножко блестит, немного жирноватый. И вы прям берёте какие-то, типа, вот, катрис-камуфляж, да, ну, ещё более такие термоядерные, которые 24 часа держатся, а потом у вас вот такие вот морщины. Ну, видимо, они уже как-то привыкли, наверное, уже и не стесняются, и мальчики, наверное, их уже привыкли, что у девчонок вот такие вот морщинки. Вообще сейчас какая-то кожа такая у молодых не очень хорошая, я наблюдаю. Возможно, из-за экологии, возможно, из-за питания неправильного. Я планирую сделать видео о том, как сохранить кожу более такой вот молодой, увлажнённой, напитанной, и, ну, молодо выглядящей после 40 лет. Я обязательно это сделаю. Я не считаю себя каким-то эталоном. Я нормально, мне кажется, выгляжу. И в идеале так, ну, должен выглядеть каждый, мне кажется, человек. Ну, вот мне сейчас 44 года. Мне кажется, ничего особенного, нормально абсолютно, потому что нет морщин. И, на мой взгляд, так и должно быть. Если вы не пьёте, не курите, и как-то, я не знаю, что-то экстремальное, ужасное, не делаете со своим лицом. Кто-то спрашивал, почему метеориты я наношу на периферию лица. Видимо, люди не видели моих роликов, в которых я рассказываю о том, что это довольно тёмный для меня цвет, который может служить даже бронзером. Вот смотрите, сейчас я вот так вот сделаю, вы увидите, прям тень появляется. То есть, это слишком тёмная пудра. И это старая версия. Она действительно, вот, реально очень-очень тёмная. И поэтому для меня она отлично подходит именно на периферию лица. Вообще, я считаю, что нет никаких ошибок в макияже, если я не профессиональный визажист. Вот если меня учили, как правильно, какое средство, для чего, в какую точку лица, вот тогда можно говорить о том, что я ошибаюсь, если я делаю что-то по-своему, что-то неправильно. А я этому совершенно не обучалась. Я просто подсматривала в театре, в кино, за гримерами профессиональными, даже не за визажистами, за гримерами, ребята. Вот, поэтому я не принимаю комментарии, те, которые говорят, ой, вы вообще всё неправильно делаете. Ребят, неправильно делает Крыгина, если она ошибается. Я не профессиональна. Так что с меня взятки и гладки. Вот так. Я тоже чуть-чуть, как бы, добавляю оттенок, немножко буквально. Видите, какая она тёмная? Вот так. С серо-коричневыми. Сделаю маленькую-маленькую такую тень под скулой. Как будто у меня есть скулы. Как будто я постройнела. Вот так вот сделаем чуть-чуть. И тут очень важно видеть, где у вас действительно есть впадинка. То есть вот она, и от неё чуть-чуть. Очень низко не опускайте. Если опускаете корректировку очень низко, получается мужской тип, потому что именно у них вот такие вот глубокие скулы. У девочек таких не должно быть. Более мягкий вариант я делаю. Да, хочу договорить. Мама никогда меня не сравнивала. Хотя ей было, я думаю, сложно не сравнивать. И были девочки, и со мной учились, и со мной дружили, у которых 5. Было по математике 4. Легко. Но зато эти девочки не имели 5 по литературе и русскому языку. Легко. Им нужно было в чём-то другом стараться. То есть, ну, все люди разные абсолютно. У всех разные таланты. Поэтому, если у вас есть ребёнок, это бронзер от Эльф. Вот такой. Он у меня, видите, уже весь покрошился. И я с удовольствием его использую всё равно. Может быть, буду перепрессовывать. Не знаю, пока сейчас. Перекрываю вот то, что я нанесла серо-коричневым. И чуть выше наношу. На те места, где был бы загар, если бы я загорала. Нужно поспешить. Время уже подходит. Я уже должна скоро выходить. Вот. И вы знаете, я наблюдаю очень часто, когда детей сравнивают друг с другом. Меня всегда очень расстраивало. Когда вот две подруги, да, ну, общаются, допустим, вместе. У них вместе учатся, к примеру, дети. И у одного что-то получается, а у второго, ну, это совсем не получается. Ну, к примеру, один, допустим, пишет на пятёрке сочинение, да, а второй, ну, никак. Очень много ошибок. И это, вы знаете, по поводу русского языка вообще хочу вам сказать только одно, что это природно заложено. Если человек пишет, как слышит, это просто заложено природно. Ему придётся потом над собой работать. Читать вслух, я говорила, да, почему это важно и как это делается, для чего это делается. Больше, в принципе, читать, то есть увеличивать свой такой вот словарный запас пассивный и улучшать грамматику. Естественно, если человек читает много даже про себя, то он уже повышает свой уровень орфографии, потому что он просто глазами как бы фотографирует эти слова, и он знает уже подсознательно, может быть, даже не уча какие-то правила, вот как знала, например, я. Я не особо учила правила, честно говоря, но когда я выходила, никаких проблем не было с русским языком. Вот когда правила просили наизусть, да, вот тогда были проблемы, тогда я могла даже тройку получить. Но с сочинениями 5, 5, 4, там 5 или 5, 4, как там, да, 5 с плюсом даже были. То есть не было никаких проблем. И хотя я не сидела и ночами не учила специально. Знаете, вот это ощущение такого соперничества между мамами, у которых дети разноталантные, то есть когда дети в разных областях талантливы, очень тяжело дружить мамам, потому что одной обидно, что он там на 2 математику контрольную написал, а второе обидно, что, допустим, он никак с русским не справится. Сейчас хочу чуть-чуть зону Т эмотировать, тоже вот эльфа такая вот пудра, хорошая, вот видите, она немножко квадратиками, но она дает абсолютно прозрачное покрытие. Сейчас лишнее уберу, такой блеск. Вы знаете, самое неприятное, что было, это когда без конца тебе задают вопрос, а на какую оценку твоя там дочка сдала вот это? А на какое вот это? И ты так себя чувствуешь, что как будто с тобой всё время кто-то конкурирует. И я очень это всё не люблю. Но какая разница, ребят, на какую оценку? Главное, чтобы ребёнок был хороший, потому что если ребёнок противный, и к нему неприятно приходить в гости, и он там жадный, злой и обзывается, и при этом у него пятёрки, ну нам не нужен такой ребёнок, понимаете? Ну вот тяжело с такими людьми. Всё-таки мы живые люди, я понимаю это. Мы все хотим, чтобы наши дети были лучшими. Буду чуть-чуть румяна добавлять. И всё-таки, на мой взгляд, не нужно никого из детей сравнивать. Старайтесь их мотивировать всё-таки другим. То есть поддерживать там, где они талантливы, и объяснять, например, что, ну, к примеру, знания в математике ему пригодятся. И объясняйте, где пригодятся. И даже в большинстве своём, если они не пригождаются ему впрямую, то есть он не будет никогда там бухгалтером или математиком не будет преподавать, они ему всё равно пригодятся. И вот в чём, например, математика, она развивает определённые отделы мозга, логику и так далее, да, и черчение, и геометрия, абстрактное мышление развивают. И это помогает потом человеку. То есть это как полезное упражнение. Никто не говорит, что вы буквально будете решать, вычислять корни алгоритма. Конечно, нет. Конечно, нет. Всё это складывается потом в остроту мышления, такую остроту языка даже где-то, когда вам быстро приходят на ум какие-то варианты решений, когда вы хорошо структурируете свою работу, свой день планируете. Это здорово. В этом может помочь математика. Редактор субтитров А.Семкин